Современная молодежь. Какая она? Сегодня молодые люди живут во время информационных технологий. Всю необходимую информацию можно узнать в сети интернет. Тем не менее, всевозможные гаджеты не заменят живого общения, особенно когда на интересующий вопрос отвечает опытный наставник. Так со старшеклассниками школы номер 8 пообщалась председатель Совета депутатов Щелковского района Надежда Суровцева. Встреча прошла в рамках круглого стола. Школьники, которые стремятся по возможности участвовать в жизни района, с энтузиазмом интересовались функционированием местного самоуправления. Также за круглым столом присутствовал представитель движения «Молодая гвардия», который является непосредственным организатором данной встречи. В рамках круглого стола без участия учителей, директоров, пусть все, что ребята, все, что их тревожит, они смогут или интересуют, они смогут задать эти вопросы, а вы будете отвечать. В том числе они знакомятся с нами, как с представителями власти, получают информацию из первых улиц. Мало людей, которые могут прийти, допустим, в администрацию и сказать, у меня есть такая проблема, помогите мне ее решить. И для того, чтобы знать, какие настроения, какие проблемы существуют, проводятся такие мероприятия. Так вопросы звучали на самые разные темы. В течение двух часов Надежда Суровцева беседовала с ребятами. Это уже не первая подобная встреча. И, как показала практика, общение приносит обоюдную пользу. Меня, конечно, волновала тема обустройства города, конечно. Это и пролетарский проспект, это и места время проведения, где можно. И, конечно, безопасность. Безопасность города Щелково. Это первоочередно. Чтобы в наш город приехали и хотелось бы туда вернуться. Чтобы москвичи хотели сюда приехать, а не погулять по Москве. Для меня, например, это тоже очень большой заряд, потому что я вижу, насколько наша молодежь активная, насколько она неравнодушная, как ее интересуют практически все вопросы жизни города, района. И очень интересно, как получить от них информацию, как, может быть, и наш жизненный опыт для них тоже послужит чем-то полезным. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелково.